Очень вкусный, красивый и легкий в приготовлении десерт, который называют фруктовая пицца. Но основа из песочного теста для печенья, сверху сливочно-творожный крем, фрукты и ягоды. Они могут быть и сезонными, и консервированными. Все зависит от вашего вкуса, фантазии и того, что можно найти. Клубника, малина, ежевика, киви, персики, ананасы, в общем, все что угодно. Основа получается мягкой, с хрустящим краем. Делается все очень просто. Для теста смешаем вместе 200 г муки, это 1 полный стакан и 1 треть. Стакан 250 мл, грамма в описании под видео. Четверть чайной ложки соли и пол чайной ложки разрыхлителя. Взобьем миксером до пышности 100 г сливочного масла комнатной температуры и пол стакана сахара. Добавим чайную ложку ванильного экстракта или ванильного сахара и одно яйцо. Недолго помешаем и добавим мучную смесь. Теперь все хорошо перемешиваем до однородности. Чтобы было удобно раскатывать тесто, возьмем бумагу для выпечки и очертим форму для пиццы, диаметр 30 см. Перевернем бумагу и раскатаем тесто в тонкий ровный круг. Если скалка прилипает, можно присыпать ее мукой. Если есть время, можно ненадолго убрать тесто в холодильник, тогда будет легче раскатывать. Можно также все делать без бумаги и распределить тесто уже в форме, но это не очень удобно. Подравниваем края и перекладываем тесто в форму или на противень. Делаем проколы вилкой и отправляем в разогретую духовку 180 градусов 15-20 минут. Корж должен подрумяниться, но главное не передержать его, чтобы не превратился в сухарик. А пока приготовим крем. У меня две упаковки сливочного творожного сыра по 140 грамм, но можно взять одну 250 грамм. Добавляем чайную ложку ванильного сахара или экстракта и 2-3 столовые ложки сахарной пудры по вкусу. Хорошо перемешиваем миксером. Можно также использовать маскарпоне или взбить гладкий творог с жирными сливками. Будет очень вкусно! Фрукты и ягоды нарежьте так, как вам нравится. У меня киви, клубника, консервированные мандарины и ананасы, которые я выложила на салфетку, чтобы впиталась лишняя влага. И на самом деле фруктов надо не так много. Из того, что у меня есть, можно сделать две такие пиццы. Полностью остывший корж покрываем кремом, а дальше полет вашей фантазии. Кстати, корж можно испечь заранее, а в нужный момент покрыть кремом и фруктами. Но и готовый десерт без проблем простоит при комнатной температуре 4-5 часов. Можно сверху прикрыть его пленкой, чтобы ягоды и фрукты не заветривались. Или убрать в холодильник. Обязательно попробуйте приготовить этот десерт и напишите в комментариях, как он у вас получился, с какими фруктами и ягодами вы делали. А детали этого рецепта, как всегда, в описании под видео. Если вам понравилось видео, жмите палец вверх и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Подписывайтесь на мой канал.